Привет, друзья! Файл в фотошопе можно сохранить в 22 форматах. Но нам так много не надо и мы рассмотрим 4 основных формата. Это JPEG, PNG, GIF и PSD. Эти форматы используются наиболее часто. Формат JPEG вам уже хорошо знаком на самом деле, поскольку это самый распространенный формат для фотографий. Именно в этом формате находится большинство изображений, которые видите в сети. И когда вы делаете фотографию на смартфон, она тоже получается в формате JPEG. Давайте откроем такое изображение в фотошоп. Файл открыть. Если захотим, мы можем даже открыть сразу несколько изображений. И если эти изображения находятся в нашей папке подряд, то для этого можно зажать клавишу SHIFT. Так я кликаю по первому изображению, зажимаю клавишу SHIFT и по последнему. И если я сейчас нажму открыть, то откроются все 8 изображений одновременно. И мы сможем работать с ними со всеми. Я не буду этого делать, а покажу вам еще, как можно открыть сразу несколько изображений, которые не находятся рядом друг с другом. Например, я хочу открыть вот это изображение и птичку. Тогда я зажимаю клавишу CTRL, нажимаю открыть и в фотошопе у меня открывается сразу два изображения, каждое из которых находится в своей вкладке. Вот так мы можем переходить между вкладками. Первое изображение. Это изображение в формате JPEG. И мы можем это увидеть, если посмотрим на расширение во вкладке. А вот второе изображение, оно уже другое. Это изображение в формате PNG. Это означает, что это изображение неоднородное. Оно не такое, как простая фотография. Области, на которых находятся квадратики, являются на самом деле прозрачными. Птичка как будто бы наклеена на прозрачную пленку. И мы можем легко в этом убедиться в том, что эти участки прозрачные, если попробуем перенести нашу птичку на первое изображение, которое у нас в формате JPEG. В формате JPEG у нас нет никаких прозрачных областей. А вот в формате PNG они есть. Прозрачные области можно создать самостоятельно. Для этого необходимо удалить лишние пиксели. И мы обязательно этому научимся в следующих уроках. Для того, чтобы перенести птичку, возьмем инструмент перемещения, кликнем на птички, держим зажатой левую кнопку мыши и перетаскиваем изображение на вторую вкладку, пока она не станет видимой. После чего мы снова двигаем мышкой в нужном нам направлении и отпускаем кнопку мыши. И смотрите, птичка действительно была окружена прозрачными пикселями. Мы можем ее сейчас поставить в любое нужное нам место. И для закрепления материала давайте добавим еще вот эту птичку. Я ее предварительно открыла, так же как мы делали это ранее. Берем инструмент перемещения, кликаем по птичке, держим зажатой левую кнопку мыши и перетаскиваем на ту вкладку, где у нас уже сидит одна птичка. Как только мы ее видим, мы мышку возвращаем назад, не отпуская левую кнопку и теперь уже отпускаем. И вот у нас есть еще одна птичка. Мы ее можем разместить, наверное, поближе. Она у нас покрупнее, пусть она у нас сидит поближе. При помощи инструмента перемещения мы можем перемещать наших птичек так, как нам нравится, и менять их расположение по своему усмотрению. Но при этом обязательно обратите внимание, что у вас должна быть включена галочка автовыбор. Более подробно мы о ней поговорим еще позднее. А вот сейчас наступает самый интересный момент. Вот как раз сейчас я хочу вас познакомить со слоями. Для того, чтобы их увидеть, необходимо зайти в окно и выбрать слои или нажать клавишу F7. В результате появится вот такое окошко, в котором вы можете увидеть содержимое нашей картинки. Давайте кликнем правой кнопкой мышки и выберем большие иконки для того, чтобы нам было удобно. И сейчас мы хорошо видим, что наше изображение состоит как бы из трех частей. Из досточки, на которой сидят птички, первой птички и второй птички. При этом каждый из элементов находится на своей отдельной полочке слоя. О свойствах этих слоев мы тоже еще поговорим в следующем уроке. А сейчас я хочу сказать вам, что такой файл, в котором у нас есть несколько слоев, на которых находятся разные элементы, которые мы можем перемещать, изменять по отдельности и как-то обрабатывать независимо друг от друга, называется файлом psd. И это самый основной формат фотошопа, в котором вы все время будете работать. В дополнительных материалах к этому уроку вы найдете все три изображения, которые мы здесь использовали и сможете повторить то, что сделала я. А на следующем уроке мы разберем работу со слоями уже со всеми подробностями. А пока просто знайте, что файл, содержащий слои, называется файлом psd. В других рассмотренных нами форматах слои создавать нельзя. Давайте сохраним то, что у нас получилось. Для этого мы зайдем в меню файл и выберем сохранить как. После чего мы можем дать имя нашему файлу, а также выбрать его формат. По умолчанию фотошоп предлагает сохранение в формате psd. Это означает, что все слои сохранятся и вы сможете продолжить свою работу с того же самого места, на котором вы ее закончили. Но если вы хотите получить уже готовую фотографию, которую вы можете разместить, например, в интернете, то для этого вам необходимо выбрать формат jpeg. Из выпадающего списка мы выбираем формат jpeg и сохраняем. Давайте откроем получившийся файл. Вот этот файл. Открыть. При сохранении в jpeg все слои объединились в один. И теперь это самая обычная фотография, с которой вы можете поступать, как с обычной фотографией. А еще в фотошопе можно создавать анимацию. Это делается в файлах формата GIF. Мы тоже будем проходить их в нашем курсе. Так что впереди у нас еще много интересного, и я с нетерпением жду вас на следующем уроке. Это была Оксана. Пока-пока!